Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в Доме Знаний. Тема нашего сегодняшнего вебинара – эволюция биосферы. С данной темой вы ознакомитесь на соответствующем видеоуроке на портале Дома Знаний. Появление и развитие жизни на Земле – это уникальное явление во всей Солнечной системе. Но оно не случайно, а было подготовлено сочетанием ряда благоприятных условий. Прежде всего, для зарождения жизни должен был сформироваться сложный комплекс активно взаимодействующих природных компонентов, которые в течение чрезвычайно-длительного времени в относительно стабильных и гидротермальных условиях испытывали строго направленную эволюцию. По оценкам разных источников, биосфера возникла около 3,5-4,5 млрд лет назад. Эволюция биосферы Земли – это большинство утверждений, заключается, касающихся возникновения биосферы, носит лишь гипотетический характер. Это предположительные суждения о различных стадиях процесса эволюции, которые не противоречат современным физическим, химическим и биохимическим законам, но которые невозможно полностью, а иногда даже частично, подтвердить экспериментально. Мы ознакомимся сегодня с несколькими теориями. Итак, теория Большого взрыва как гипотеза зарождения Вселенной. В 1922 году советский математик и геофизик Александр Александрович Фридман нашел решение уравнения общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Оказалось, что решение является нестационарным, то есть Вселенная должна либо расширяться, либо сжиматься. В 1929 году американский астроном Эдвин Хоббл обнаружил разбегание галактик, что свидетельствовало о расширении Вселенной. Обращая мысленно вспять картину расширения Вселенной, ученые пришли к выводу, что примерно 20 миллиардов лет назад Вселенная была сжатой в точку и имела сколько угодно большую плотность. В результате Большого взрыва она начала расширяться, иначе говоря, существовать. Теория эволюции Вселенной подразумевает, что до Большого взрыва все мироздание находилось в принципиально в другом состоянии, а после проходила стадия развития, благодаря которым заполнялось частицами, химическими элементами и другими структурами. Они же служили строительным материалом для всех космических тел и объектов. Каждая эпоха развития имеет свою продолжительность от незначительных долей секунды до миллиардов лет. Следующая теория – это теория Опарина как гипотеза возникновения жизни органических веществ предбиологических структур на планете Земля. Данная теория принадлежит советскому биохимику-академику Александру Ивановичу Опарину, который сформулировал ее в 1922 году. Он предположил, что из молекул водяных паров метана, аммиака и углекислого газа, составляющих атмосферу планеты. На этом этапе ее формирование как космического тела в результате случайных комбинаций под действием высоких температур от искровых разрядов, пронизывающих тогда еще бурлящую и глокочущую планету, стало возможным и образование более сложных соединений. С точки зрения зарождения будущей жизни, особенно важным было образование аминокислот, тех кирпичиков, из которых состоит основа жизни, также белок. Их накопление в течение многих миллионов лет привело к образованию питательного бульона жизни, раствора молекул различных аминокислот. Дальнейшая судьба бульона складывается уже под воздействием второго начала термодинамики. В соответствии с этим законом, большие молекулы не могут быть равномерно распределены в растворе. Под действием электростатических сил они начинают объединяться в отдельные образования типа комочков геля, обрастая все новыми и новыми молекулами и образуя нечто подобное капли. Каждая сформировавшаяся таким образом капля имеет сугубо индивидуальную структуру, состав которой случайный. Далее начинает работать своеобразный отбор. Устойчивые комбинации молекул сохраняются, неустойчивые распадаются, а из осколков, образующих другие варианты случайных конструкций. Достигнув определенных размеров, капля, не будучи прочной, рассыпалась на 2-3 части под действием внешних механических сил. Образовавшиеся вновь капли по структуре совпадали с первичной. Они как бы унаследовали от исходной капли ее индивидуальные особенности. Они вновь начинали расти, дробиться. Однако, это еще не было живым веществом, это была так называемая предбиологическая структура. Прошло еще много миллионов лет, прежде чем капли превратились в живые клетки. По мнению ученых, уже через каких-нибудь полтора миллиарда лет появились многоклеточные организмы. Жизнь из плесневой и слизистой формы стала активной жизнью привычных нам существ. Следующая теория – это большой биологический взрыв, как теория перехода от неживой к живой форме организации материи. Еще Луи Пастер в XIX веке первый обратил внимание на то, что в неживой природе молекулы либо зеркально-симметричны, как молекула воды и углекислого газа, либо одинаково часто встречаются их правые и левые стереоизомеры. Молекулы, из которых построены живые организмы, зеркально-ассимметричны, то есть они кориальны. Чаще всего они подобны винтам, и во многих случаях ими являются. Например, двойная спираль молекулы ДНК. Но самое главное, эти молекулы встречаются в природе лишь в каком-то одном варианте. Либо только влево, либо только вправо. Это так называемые кориальны чистые молекулы. Так, например, спираль молекулы ДНК, она всегда только правозакрученная. Именно с вопросами зеркальной асимметрии и асимметрии на молекулярном уровне тесно связана проблема возникновения жизни на Земле. Ведь живая материя возникла в свое время из неживой. Современная наука пришла к выводу, что переход от мира зеркально-симметричных соединений к реально чистому состоянию живого вещества биосферы произошел не в процессе длительной эволюции, а скачком в виде своеобразного большого биологического взрыва. Происхождение этого состояния связано с катастрофой, то есть достижением развивающейся средой критической точки, за которой теряется устойчивость прежнего симметричного состояния. Появление живого вещества ознаменовало собой переход от геохимической эволюции к биохимической. Для возникновения этой разницы были необходимы уникальные и неповторимые условия ранней эволюции Земли как планеты. Следующий этап развития биосферы Земли связан с эволюцией живого вещества и вызванного этим изменением физико-химического состава планеты. Этот процесс подробно описан Вернадским и составляет суть его учения о биосфере. Впервые единую картину мира и роль в нем живого вещества представил русский ученый-натуралист, философ Академии Владимир Иванович Вернадский. Он обосновал, что возникновение биосферы на Земле – это объективный результат развития общего космического процесса. При этом биосферу нужно рассматривать как целостную геологическую оболочку Земли, состоящую из живого и неживого. Вернадский подчеркивал, что для строения биосферы характерны физико-химическая и геометрическая разнородность. Разнородность строения является главным фактором, резко отличающим биосферу от всех других оболочек земного шара. Живое вещество охватывает всю биосферу, создает и изменяет ее. Живое вещество едва ли не составляет 1,02% по весу, но геологически оно является самой большой силой в биосфере, определяющей все идущие вне процессы. Вернадский показал, что тонкая оболочка Земли, биосфера, состоящая из разнородных структур, живого и неживого вещества, поддерживается в состоянии динамического равновесия. Все протекающие в ней процессы, благодаря непрерывному перетоку, то есть круговороту атомов из костной материи через живое вещество, снова перетекают в неживую природу. Он раскрыл геологическую роль живых организмов в создании современного газового состава, атмосферы, формировании горных пород, вод мирового океана. На основании учения Вернадского в настоящее время биосферу определяют как активную оболочку Земли, в которой совокупная деятельность живых организмов проявляется как геохимический фактор планетарного масштаба. Такое определение биосферы отражает важный тезис. Наша планета – Земля такая, какая она сегодня, только потому, что на ней существует жизнь. Одним из уникальных этапов развития биосферы явилось возникновение разума и интеллекта как высшей познавательной способности живого организма. Появление интеллекта радикальным образом ускорило темпы практически всех процессов, протекающих во внешней оболочке Земли, биосферы. Вернадский отмечал, что воздействие человека на окружающую природу растет столь быстро, что скоро он превратится в решающую геологообразующую силу. И как следствие он должен будет принять на себя ответственность за будущее состояние развития природы, развитие окружающей среды, и общество сделает ее неразрывным. Ученые считают, что биосфера перейдет однажды в сферу разума, в ноосферу. Произойдет объединение, в результате которого развитие планеты сделается направленной силой разума. С термином «ноосфера» до сих пор не все просто, поскольку однозначное его толкование отсутствует. Среди специалистов-естественников широко зараспространена более простая ее трактовка. Ноосфера – это сфера разума. Так принято называть часть биосферы, которая оказывается под влиянием человека и преобразующей им. Переход биосферы в ноосферу означает при таком понимании всего лишь постепенное освоение человеком биосферы. Вернадский считал, что согласованное с природой развитие общество, ответственность за природу и ее будущее потребует специальной организации общества. То есть создание специальных структур, которые будут способны обеспечивать это совместное согласованное развитие. Исходя из такого взгляда, ноосфера – это такое состояние биосферы, когда ее развитие происходит целенаправленно, когда разум имеет возможность направлять развитие биосферы в интересах эволюции человека. Биосфера – важная система, значимость которой невозможно переоценить, так как именно биосфера является той средой, в которой человечество может существовать. Современная структура биосферы – это продукт длительной эволюции многих систем разной сложности, последовательно стремящихся к созданию динамического равновесия. Развитие биосферы представляет как чередование этапов эволюции, прерываемых скачкообразными переходами, в качественно новые состояния. В целом при этом образовывались более сложные и упорядоченные формы живого вещества. Эволюционный процесс биосферы носит многоуровневый характер. В разное время эволюция протекала и продолжает протекать в наши дни на молекулярном, клеточном, тканевом уровнях, также на уровне органов, организмов, популяции, видов и биоцинозов. Различаясь на каждом из этих уровней, процессы эволюции сливаются в единый процесс развития биосферы. На этом наш сегодняшний вебинар в Доме Знаний завершен. Сегодня мы рассмотрели несколько теорий эволюции биосферы и движущие силы, изменяющие ее. По итогам нашего вебинара вы можете сами себе задать вопрос, что я сегодня нового узнал, чему я сегодня научился. Рада была нашей встрече. Увидимся на следующем вебинаре на платформе Дома Знаний. Дома Знаний